Самое первое утреннее занятие, кроме того, как встать, умыться, это надо идти с хопом гулять. На что уходит минут 15, а то и полчаса. Все зависит от состояния, бодрости. Кроме этого, потом начинаю готовить. Или на завтрак, или на целый день. Все зависит от того, что готовлю. Где-то в 2.15 я сажусь при компьютере, который Олеся включает, и занимаюсь английским до 3 часов. После этого занятие проходит через онлайн. То есть собирается вся наша группа студентов. Китайцы, негры, русская, я, например, из Сирии. А, нет, еще одна русская, Наталья, по-моему. Ну и нам, у нас преподаватель спрашивает, что мы сегодня делали. Мы должны ответить, что приготовили, когда пошли спать. Такие наши первоначальные вопросы и ответы. Затем идет познание материала. Вот, например, сейчас мы проходим материал о транспорте. Кто куда чем добирается, кто идет как в суперсторе, кто едет или идет в парк, или идет или летит в Китай, например. Ну так, в группе у нас где-то человек 8-10. И мы садимся перед компьютерами, учитель включает видео, включает компьютер, и мы там видим друг друга. И отвечаем или делимся тем, что нам говорит учитель. После войка тоже зависит. Может, я и с Хопом иногда могу сходить, если Олеся занята, но это бывает очень редко. В основном я хожу только по утрам, потому что я раньше Олеся встаю. Потом занимаюсь опять кухней, что-нибудь приготовить. Ну, уборкой, ну, еще. Я еще иногда шью или подзашиваю что-нибудь. Ну так, время проходит, день проходит, смотришь уже. А потом иду, читаю Библию ежедневно. По субботам у нас сейчас закрылся карантин, и будем уже ходить в Божий дом по субботам. Домашняя группа, пока у нас проходит за неимением большого количества людей, проходит в одной семье, где мы все собираемся. Но опять же, не больше 10-15 человек. Такой этапу. Ну, вот, в общем-то, мой вот такой распорядок дня. Вот солнышко, например, такое яркое. Цветы, которые мы купили, потратили 100 целых долларов аж. А зато как красиво. Питунья особенно, чудо какое, пахнет так здорово. А георгийные какие красавцы. Только не забывать поливать их, а то засохнут они, бедные, у нас. Ну, еще вот красивые цветочки. Вот тоже мне очень нравятся. Ну, а... А, что еще радует? Радует отношения людей друг к другу. Обслуга в магазинах, куда ходит Олеся пока, а не я. Потому что она мне сказала, что пока еще карантин для нас, пожилых. Ну, радует отношения людей. Например, у нас с соседями, кроме сирийской семьи, самой канадской семьей общаемся. И даже делимся друг другом приготовление чего-нибудь вкусненького, чего-нибудь печеного. Они нам, а мы им. Итак, живем? Спасибо. Пожалуйста.